всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир козырчук и сегодня я хотел бы хоть я и говорил что я на этом канале никакой темы о политике затрагивать не буду все-таки хотел бы этой темы коснуться а именно многие из вас знают что я когда-то приехал из молдавии сюда в германию живу уже здесь достаточно долго работаю и время от времени мне приходится сталкиваться на работе с выходцами из молдавии из молдовы как они себя называют или с истинными румынами скажем так вот я думал снять такое видео не снять вызовет ли она неприязнь у других людей по отношению ко мне или нет решать уже тем кто будет смотреть это видео значит вкратце приехал к нам на фирму один товарищ на румынской фуре с румынскими номера водитель привез товар пока получали этот товар но во первых перед тем как получать товар он должен был показать свои накладные и в этих накладных стоит количество товара наименование и так далее так далее человек я смотрю что он ну никак не в зуб ногой по-немецки вообще ноль я его так более-менее там пара пара тройка слов я понимаю что у него акцент молдавский я его спрашиваю ты с молдави да я с молдави откуда конкретно с кишинева да ну нафиг я спрашиваю больше оказывается жили чуть ли не на соседних улицах но мужик ему лет около пятидесяти может быть чуть младше меня чуть старше не знаю но такой метр с кепкой он говорит по-русски и мы с нами начали с ним разговаривать пока там коллега разгружал его машину я с ним там разговорился одно другое третье о политической стороне в молдавии и вот что этот мне человек сказал открыто что сейчас в молдавии жить стало намного лучше чем даже было при советском союзе чем было при всех президентах потому что сегодняшний президент в молдавии вот это вот майя санду ведет молдавию по пути процветания по пути интернационализма в сторону европы и так далее и наконец-то они стали жить хорошо я его говорю под это стали жить хорошо потому что ты работаешь здесь получаешь зарплату здесь приезжаешь туда и живешь там на эти деньги я не знаю что послужило причиной может быть это это высказывание сместер может быть еще что-то он произнес один неонацистский лозунг по отношению ко мне я ему просто сказал ты вот такой вот дрянь здесь не говори потому что за такие дела можно в лучшем случае получить по морде худшем случае схлопотать огромный денежный штраф и как говорится тут остапа понесло этот человек этот водитель молдаванин с румынским паспортом иначе молдаван нигде в европе не берут на работу на контракт потому что они не граждане с этот человек как начал на меня крича во первых после этого лозунга он начал на меня кричать да вы русские да вы уже везде по всему миру хаос из-за вас и так далее если ты такой крутой проваливай свою россию и живи там я так что ты сказал ты вообще ничего не попутал мужик это ты приехал ко мне в гости это не я к тебе приехал ты ко мне приехал сюда в гости ты не в зуб ногой по-немецки я из снисхождения к тебе чисто из человеческого уважения начал разговаривать с тобой на том языке который понятен и тебе и мне и ты пытаешься мне сказать что я должен уехать отсюда из германии в россию какого рожна я потерял в той россии объясни мне он кричит прыгает вокруг меня вот так как кузнечик прыгает скачет кричит что все русские раньше были гадами и сейчас гады и из-за них в молдавии проблемы из-за них молдавии жизнь плохая я говорю как так жизнь плохая подожди ты же только что кричал что с вашей новой президенткой вот этой майей санду ваша жизнь в молдавии стала намного лучше намного интересней он да а у нас цена на газ поднялись чуть ли не в 20 раз коммунальные услуги поднялись электричество поднялась это все из-за вашего вонючего путина р стоп 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 причем тут я к какому-то путину ты говорю не попутал ничего и мужик еще раз тебя спрашиваю ты ничего не попутал ты приехал сюда в мою страну в которой я живу уже фиг знает сколько лет в которой к твоему сведению я родился чисто по случайности по воле судьбы я несколько лет прожил в молдавии это не значит что я молдаванин или там не знаю гражданин молдавии который не хотел разговаривать с вами на молдавском или румынском языке ты приехал в мою страну и ты пытаешься мне указывать ты знаешь мне достаточно сейчас просто-напросто влупить тебя не раз и ты вынесешь нафиг эту рампу блин на ушах влетишь свою фуру блин и поедешь дальше до самой молдавии с этим с этими пустыми палетами которые мы тебя сейчас поменяем он он кричал он действительно кричал он обзывался единственным нормальным в его разговоре со мной словом было это слово из 7 букв на букву п в отношении абсолютно всех русских если бы не русские молдавия жила бы еще лучше еще прекрасней еще зашибись ней и тут как равно в общем я с этим человеком просто перестал вообще разговаривать я развернулся сказал коллеге риф запомни вот эту физиономию запомни вот эту обезьяну если в следующий раз это обезьяна сюда приедет я говорю принципиально буду с этой обезьяной разговаривать только на немецком языке чтобы он почувствовал себя в том положении в каком я к примеру чувствовал себя скажем так в девяносто третьем году в молдавии когда молдавские вот эти вот националистические отряды боевиков бегали с заточенными арматурами по городу и услышав только русскую речь подбегали и со спины тыкали тебе в спину или в бок вот эту арматуру и ты умирал потому что врачи и власти не хотели приниматься за спасение людей которые не знают национального языка я хочу чтобы он почувствовал на себе как это испытывать на себе презрение другого человека если ты будешь с ним разговаривать на русском говорю мне плевать знаешь это твои личные проблемы это твои личные справки но я с этим говорю вот с этой вот обезьяной прямо так этому человеку говорю смотрю на свою коллегу и вот этому человеку в глаза смотрю и говорю я с вот этой вот обезьяной больше ни единого слова на русском языке не буду говорить мне плевать если ты живешь здесь допустим в румынии транзитом работаешь в германии ты обязан хотя бы минимально знать немецкий язык не знаешь ну так извини меня кто же виноват в интеллектуальном развитии твоего мозга и к этому именно к этой теме я хотел бы еще затронуть одну маленькую такую детальку когда-то в гости к моему отцу приехали родственники одного солдата молдаванина он он служил в чехословакии этот солдат и из советского союза посылки с едой неважно с вещами отправлять в чехию в чехословакию нельзя было вот такие были правила оттуда можно направлять посылки оттуда нельзя и вот когда вся наша семья поехала в союз в кишинев в отпуск на полтора месяца этот солдат созвонился вернее списался со своими родственниками те договорились потом с нами когда они придут и передадут подарки для своего вот это вот ванне в общем пришли родственники без проблем стол валился от еды и так далее все взрослые сидели разговаривали делились впечатлениями мои родители рассказывали как там жизнь в чехословакии как мой отец рассказывал про этого ваню как он служит в части и тогда и т.д. и т.п. и у этих всех родственников что я вот тогда заметил я был в шоке я до сих пор до сих пор мне вот это вот стоит перед глазами у этих родственников значит был один грудной ребеночек у одной мамашки на руках ему по-моему пять или шесть месяцев был но у него уже был один зуб по моему шесть месяцев и вот значит родственники сети взрослые сидят наливают себе вино пьют и тут этот ребенок что-то закряхтел что-то там заквакал забякал и это мамаша берет граненый ну граненый стакан 250 миллилитров до наливает полный стакан этого красного вина и дает своему ребенку выпить естественно реакция те молдаване сидят спокойно едят не обращая внимание моя мама вы что делаете малый ребенок тихо 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 вы сейчас увидите как он после этого вина будет кушать мы так все детям и мы мол давали мы знаем что мы делаем и я вот смотрел такая вот эта вот женщина стакан и вот этот спокойно переворачивает и дает ребенку выпить это чем 250 грамм и миллилитров этого вина красного вина сухого там не знаю я тогда ребенок был мир я первый стакан вина выпал когда мне было 22 года так вот этот ребенок выпил стакан этого вина даже не поморщился она отрывает одну рубашку от луковицы от большой и дает ему в зубы значит он начинает ее грызть честно да вы не верите но это правда это это на самом деле правда это на самом деле так и было и потом вот эти вот люди которые своих детей с грудного возраста не материнским молоком а вином поют и взращивают потом они удивляются почему над ними смеются другие а почему молдаване не могут добиться достичь чего-то хорошего чего-то высоко я не спорю среди них есть действительно умные хорошие люди действительно знаменитые с мировым именем но их единицы по сравнению с той биомассой которая проживает на территории вот этой вот молдовы особенно вот когда он приезжает вот такой вот не знаю такая вот скажем так мягко обезьяна и не соображая ничего начинает услышав русскую речь по отношению к себе потому что он не знает ни слова по-немецки услышав что ты хоть как-то коммуницируешь с ним на русском языке он начинает тебе кричать мы давай вали в свою россию правильно первая реакция дать в морду так чтобы он обсыпался в трусы ну извините это по-другому я никак это не могу назвать потому что я сразу вспомнил вот эти вот начало 90-х годов когда вот эти вот боевики бегали прыгали скакали потом когда началась война в приднестровье когда они убивали своих же сограждан уничтожали тяжелой артиллерии давили танками расстреливали просто так только потому что те разговаривали на русском языке сегодня они до сих пор обвиняют в своих бедах в своих проблемах всех вокруг ну сегодня модно обвинять русских сегодня модно обвинять русских я ему спрашиваю слышишь ты если ваша блин такая президентка хорошая то что ж говорю вас так население живет-то хреново потому что не хотят работать потому что у нас нет работы хорошо от тебе говорю известно что в прошлом году в ноябре месяце блин ваша президентка с целой когортой своей вот этой своих вот этих прихвостней приезжала сюда в Брюссель, в Европарламент клянчила денег на помощь дайте нам финансовую помощь чтобы восстановить экономику восстановить социальную жизнь социальные сферы и так далее тебе это известно? да, у нас говорили по телевизору молодец, первый транш вам дали 30 миллионов евро она не успела приехать домой первым указом, что было в начале декабря прошлого года правильно поднять зарплату всем министрам и депутатам парламента молдавского от 12 до 15 тысяч евро в месяц нищая страна одна из самых коррумпированных стран мира Молдавия просит деньги на подъем иди отсюда на подъем экономики на улучшение социальных сфер получает эти деньги и тут же начинает поднимать зарплату своим прихвостнем вот эта вот президентка а чуть что не понравилось сразу начинает плакать вот вы ее обидели вот вы все такие плохие она ведь хотела по-хорошему для вас в Молдавии сейчас власти становятся те кто вчера сидел в тюрьме они убирают от власти тех кто сегодня был у власти сажают их в тюрьму потом народ приходит на очередные выборы избирает тех сказочников которые лучше предыдущих рассказывают старую избитую сказку со своими новыми мотивами со своими новыми обещаниями народ как бараны извините за выражение верят в эти сказки избирают вот этих людишек эти людишки приходят к власти из тюрьмы выпускают своих подельников те подельники садятся тоже во власть а те кого те кто их посадил меняются местами в тюрьме с этими подельниками вот такая власть в Молдавии вот такие вот они там политики вот такие вот они родители за судьбы народа за судьбы страны своей и блин вот опять вспомнил сейчас момент в 97 году молдавское правительство уломало международный валютный фонд на денежный транш опять таки на подъем экономики т.д. и т.п. нас поставили в оцепление кишиневского аэропорта чтобы там никто не ворвался там не было каких-то провокаций и тому подобное прилетел самолет мы видели вот это вот место где сел самолет подъехал к нему к этому самолету подъехало несколько внедорожников черные джипы выскочила охрана там спецназовцы все а мы стояли за забором мы были в оцеплении за забором из самолета выгрузили несколько чемоданчиков ну наверное с деньгами скорее всего все таки нам дали тогда крупную сумму около что-то по-моему около 50 миллионов долларов тогда в 97 году перегрузили эти деньги эти чемоданчики в машины и все эти внедорожники развернулись и поехали в сторону города в сторону национального банка от аэропорта до города ехать нормально где-то минут 25 и потом по городу примерно столько с этим трафиком движения и так далее примерно столько же в общем 50 минут до национального банка эти машинки не доехали а потому что денег уже не было денег не было деньги после выгрузки из самолета и погрузки в эти внедорожники до национального банка вот по этой вот дороге они не дошли просто эти деньги уже были раздеребанены они уже были украдены они уже были разворованы буквально через пару месяцев в Молдавии абсолютно везде поднимаются цены на газ цены на свет цены на воду цены на отопление цены на продукты питания надо же как-то возмещать ущерб от того что властители вот эти вот власть придержащие украли деньги у народа украли те деньги которые они на коленях выклинчили у международного валютного фонда то же самое сейчас делает нынешняя власть Молдавии нынешний президент и вот эти вот парламентарии они врут в глаза своему народу который их избрал они обманывают их они приезжают сюда в ЕС они плачутся дайте нам денег дайте нам то дайте нам все плохие русские нас избивают плохие русские нам угрожают вот эта вот фраза плохие русские нам угрожают сегодня действует как не знаю как гипноз удава на кролика здесь в Европарламенте как только вот это вот как там председатель Еврокомиссии там не знаю не забыл как ее называть как только они слышат эту фразу от молдаван на них она действует сразу как удав на кролика они тут же готовы дать им кучу денег и они дают им эти деньги и те везут эти деньги с собой но деньги до национального банка эти деньги до людей не доходят Молдавия нищая страна увы но она нищая и она стоит можно сказать на втором месте после Албании по уровню нищеты в Европе а это квакает по всем телеканалам своим прорумынским промолдавским и так далее квакает о том что им стало жить лучше им стало жить веселее и вот эти вот балбесы которые приезжая сюда с румынскими паспортами бывшие как бы граждане Молдовы то есть у них по факту двойное гражданство молдавское и румынское румынское они купили за 400 долларов они приезжают сюда живут здесь по несколько месяцев может по полгода по два года работают здесь потом уезжают туда конечно же здесь заработал деньги приехал туда эти деньги в переводе на молдавские огромная сумма конечно можно сказать что жить хорошо но если бы ты живя там в Молдавии приезжал сюда транзитом на 2-3 недели поработал и уезжал обратно и получал свою зарплату там в том эквиваленте в том количестве которое платят там ты бы не говорил что у вас в Молдавии офигительно жить офигительно все классно все зашибись Молдавия самая красивая страна в мире это было когда-то но сегодня спустя 30 с лишним лет после развала Советского Союза в Молдавии увы осталось даже по-моему около 2,5 миллионов населения а раньше было 4 с лишним 4 с лишним 30 лет назад куда делось полтора миллиона они просто поуезжали очень многие уехали в Америку многие уехали в Канаду в Израиль в Австралию в Германию в Италию в Польшу куда угодно люди поуезжали даже в Россию люди поуезжали и возвращаться не хотят потому что как говорится в той Молдавии которая существует сегодня ловить просто нечего вот так вот ребята такая вот немножко такая вот нотка у меня сегодня не печальная но как говорится на злобу дня решил все-таки с вами этой ноткой поделиться если у кого есть свое мнение пожалуйста можете высказывать потому что иногда нужно рассказать кому-то о том как ты переживаешь или вот что происходит вокруг как ты это видишь и какое влияние это производит какое вернее отношение как это как это производит впечатление на тебя и со своей стороны хотелось бы высказать тоже свое мнение в общем такие вот дела но тот лозунг националистический который вот этот обезьяна тут квакал я говорить не буду потому что за это могут мне и канал на ютубе прикрыть и штрафами обложить ну просто человек наверное подумал что я такой же националист как и он раз я живу в германии и он решил подмазаться типа подлизнуть анус в следующий раз если приедет если будет вести себя точно так же то он уже просто-напросто вылетит за воротом вот и все всем удачи не болейте пока а и а и Субтитры подогнал «Симон»